Этот актер на экране может показать абсолютно любого героя, будь то романтик или злостный преступник. Каждая роль у него получается особенной, за что его и любят миллионы поклонников. А ведь изначально в театральном вузе ему отказали в приеме на актерское отделение, и он поступил на кукольное. Комиссия сказала, говорит, ростами вышел. Но он не собирался так легко сдаваться, стал активно заниматься различными видами спорта, и в скором времени его было не узнать. Во-первых, он очень вытянулся в росте, а во-вторых, приобрел атлетическую фигуру. Своим упорством он добился перевода на актерское отделение и вскоре с легкостью стал студентом ГИТИСа, попав на курс самого Марка Захарова. Всю биографию рассказала. Конечно. Сегодня день рождения отмечает популярный актер театра и кино Юрий Батурин. Юрий, здравствуйте. Юрий, здравствуйте. Здравствуйте, ребята. С днём рождения вас. Юрий, скажите, пожалуйста, я никак не могу понять, как вот вас все вместило. С одной стороны, республиканский конкурс часов Ленин партии Родина, а с другой стороны, как вас там в школе-то кликали? Ой-ой. Да-то батон у меня кликали в школе. Нет, нет, нет. А кто называл вас принцем? А, принц, принц, ну, не знаю, как говорится, принц дебилов, наверное, ну, потому что я был очень большим хулиганом, несмотря на то, что из приличной семьи. Мама учительница, папа военный. Но мои все друзья были, ребята, троечники, двоечники, как говорится. Я среди них был самый красивый. И самый талантливый. Юрий, мы обратили внимание, как только вы играете персонажа в военной форме, так почему-то обязательно на вас генеральские погоны. Это вы не соглашаетесь на меньшую, на меньшее воинское звание, или же все-таки режиссеры виноваты? Вы знаете, на самом деле, несмотря на то, что я сын военного, и практически все мое детство прошло в гарнизоне, в Прибалтике мы в Эстонии жили. Я, в общем-то, наверное, должен был стать скорее военным, чем актером. Я, к сожалению, своему очень мало играю в военных, поэтому, как говорится, выбираю себе звания такие, чтобы они запоминались надолго. Минимум генерал. Это точно. Юрий, и еще, конечно, очень часто в сериалах, в фильмах, которые вы снимаете, рядом с вами красивые партнерши. Скажите, а надо ли влюбляться в свою партнершу по кадру? Ну, влюбляться, в общем-то, должна быть, знаете, как говорится, должна быть не любовь, должна быть влюбленность. Да, должно быть хорошее, очень трогательное отношение к своей партнерше, прежде всего, как к человеку. Любовь такая материя, которую очень тяжело сыграть. Наиграешь, как говорится, и это будет видно, камера, это такой микроскоп. Увеличивает, да, все. Поэтому, да, есть влюбленность, и, понятно, даже проводятся пробы, грубо говоря, такие, знаете, ансамблевые они называются, когда главных героев между собой тасуют и внимательно просто наблюдают, есть ли какая-то искра в глазах, какая-то, знаете, интерес, увлеченность какая-то. Тест на совместимость. Просто человеком. Да. Да, совместимость и, прежде всего, человеком. Если это есть, то тогда играть можно любовь, и зритель в это поверит. Вы знаете, мы тут раскопали информацию о том, что ваш прадед был по национальности цыган. Иногда у вас когда-нибудь просыпается внутри вот цыган, и закипает ли у вас кровь? Ой, слушайте, по молодости лет, вы знаете, вот мы с братом родным голубоглазые русаки, вот, а двоюродные братья наши, они смуглые, курчавые, кореглазые такие. И вот они спокойные, как просто амебы, очень рассудительные, очень, как это. А мы с братом, два, в которых вообще от цыганов ничего нету, понимаете, мы два с ним были просто бенгальских огня, заводились полуоборота, вспыхивали. В общем, все какие-то проблемы, все какие-то приключения, это были как бы, ну, на мне, потому что, ну, вот, видимо, что-то где-то как-то так на мне отражается, видимо, генетически. И какие-то, скажем, особенности этого народа. Вот, вспыльчивость, темперамент, какая-то такая прямота, наверное, во многих вопросах. Вот, ну, и хитрость природная, наверное, тоже никто не отменял. Юрий, мы знаем, что вы как-то когда-то уходили из профессии, даже были дальнобойщиком. Скажите, а вот этот, скажем так, временный уход, он как-то обогатил вашу душу? Ой, вы знаете, я благодаря этому, вот, знаете, вот, это тот случай, когда действительно пути Господни неисповедимы. После 10 лет практически непрерывной учебы, да, я погрузился в мир, который я практически не знал. Людей, жизнь и так далее. И вот эти 10 лет, которые я был вне профессии, они, конечно, меня обогатили. И, да, и встречами с людьми, и какими-то жизненными ситуациями. И когда я вернулся в профессию, я вам честно скажу, я этот багаж, который получил за вот эти 10 лет вне профессии, я до сих пор его использую в своих работах и в кино, и сейчас начал играть в театре, в театре «Антрепризы». Вот, потому что, ну, в кино каких-то вещей уже добился, театр еще не покоренная вершина, поэтому больше начало тянуть на сцену. И я все равно использую этот багаж, потому что он на самом деле неоценим. — Смотрите, фраза из вашего интервью. «Я люблю ставить перед собой задачи и решать их. Я хочу попробовать изменить жизнь миллионов». Вы уже придумали как? — Вы знаете, я сначала как бы думал о том, что я уйду в политику и буду пытаться менять жизнь миллионов, будучи, скажем, каким-то депутатом, может быть, и так далее. Но я понял, что сегодня жизнь, нашу жизнь вообще в целом меняют люди, которые находятся на прямой связи со зрителем. Да, то есть я как медийный человек, я провожу какие-то прямые эфиры, которые пользуются достаточно большой популярностью, и огромное количество людей подключается и слушает. И мы говорим о разной теме абсолютно. Мы говорим об искусстве, о политике, просто о жизни, о детях, об образовании. Знаете, такие мини-радиопередачи, которые оказываются очень востребованные. Они начались в период, когда началась пандемия, мы все сидели по домам, и от скуки мне нечего было делать. Я просто выходил в эфир и отвечал на вопросы людей. Сначала это были вопросы о профессии, потом это были вопросы о жизни, потом это были вопросы о политике. Как-то это все, как-то так, знаете, как современное выражение, да, «зашло людям». И я понял, что это формат, который, наверное, поможет поменять жизнь людей, изменить жизнь людей миллионов, потому что, ну, звезды становятся ближе, и люди понимают, что мы такие же, как и они, у нас такие же проблемы, у нас точно так же что-то болит, как у них. Вот, и они прислушиваются, мы советуемся. Слушайте, я иногда сам от своих слушателей какие-то полезные вещи беру прям себе на вооружение. Даже у них я нахожу ответы на вопросы. Вы меня потрясли, вы талантливые, еще умные. Спасибо вам большое. Да, так получилось. Да, так получилось. И красивые. Еще раз поздравляем вас с днем рождения. Спасибо большое, ребята. Спасибо большое. Популярный актер Жизнелюб Юрий Батурин отмечает день рождения. На этом мы завершаем нашу программу. Мы это Татьяна Бакумова. И Вадим Тихомиров. И Дмитрий Желобков. До встречи, дай вам Бог.